снова здравствуйте дорогие зрители с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадигм мы продолжаем играть в реактор инкрементал и что я могу сказать о боже да я сказал что у меня типа будет работать тот реактор который я построил в тот раз но на самом-то деле я его перестроил и на самом-то деле у меня во первых три сто пятьдесят три куи и кроме этого у меня здесь куча апгрейдов сделано ну в общем то да огромных величин я прокачал все апгрейды что можно в принципе понять посмотрев сколько экзотик партиков мы получим да я короче вот такой вот реактор в итоге построил я обнаружил что вот эти штуки охватители когда они по одному стоят то они мало поглощают тепла а когда они рядом с другими стоят то они значительно больше поглощать тепла кроме того есть еще апгрейд вот этот вот который очень не всем советую делать так эффективность что ахе текст и течение но эксченджеры нам не нужны в общем то каждый вот такой вот ультимейт капитатора но а их у нас будет много потому что мы собственно собираемся хранить много энергии и много энергии выкачивать следовательно нам и у нас их мы знаем что у нас и будет много следовательно мы вкачиваем тот апгрейд и вот эти вот все бафаются в общем то плюс они друг друга бафают то есть они же охлаждают все соседние блоки а следовательно он охлаждает этот пока этот этот блок охлаждает и они у нас совсем не накрываются что позволило мне сделать такой реактор где смотрите нейтронные рефлекторы то есть каждый рефлектор со всех ну почти каждый со всех четырех сторон окружен нефазиум целыми плюс то есть сами нефазиум целы стоят одни рядом с другими другие то есть кучей рядом с охлаждающими вентиляторами и так далее и это довольно таки прикольно что я хочу сказать еще ну и собственно такой вот реактор я продолжаю познавать эту игру и да короче вы думаете это они типа прогорели так быстро но на самом-то деле они смотрите сколько у них дюрабилити 345 к осталось 27 к то есть они тут не знаю часов 5 или 6 пока я спал они в общем то работали и приносили мне энергию и до сих пор и они еще остаются рабочими я их уже и грейдил ну вот кстати я могу еще апгрейдить но сейчас это не имеет смысла потому что мы сейчас будем все сбрасывать хотя по сути если я проверял короче вот например сколько у нас 6137 мы короче вкачиваем естественно денег у нас меньше становится но посмотрите престиж не меняется то есть это зависит от того сколько мы всего забыли добыли за игру а не от того что и как там это сколько у нас в наличке имеется другое дело что по сути то иногда наличку некуда девать в таких то количествах каких она здесь существует ну и давайте собственно престиж не мся смотрите она еще увеличивается давайте до 40 добьем но я больше увеличивать особо то и не хочу по понятным причинам а может и непонятным ну плевать 41 смотрите да она быстро растет круто но она давно растет мне плевать все престиж типа я уверен что с тем же фунт престиж апгрейд но не знаю насчет престиж апгрейда я всегда их могу рефунд нить поэтому хотя давайте рефунд ним ну и все собственно вот у нас ноль мы полные нули так вот это открываем они неплохие то есть их мы раньше чем не фазе умные целые ставим и у нас в общем то это только в плюс нам идет давайте теперь что вот это не будем качать пожалуй нам нужно что вот это вот нужно вот это вот это точнее два раза качаем вот это тоже два раза пожалуй качнем вот это два раза качаем и у нас еще 7000 блин на чтобы потратить самое забавное думаю вот мне надо на мне надо мне надо все мне надо кстати уже 8000 когда-нибудь мы сможем вот это купить это будет круто так ну что ж еще и фу инфьюзит файл целс давайте в качнем 400 потом будет стоить это все так 200 вот это тоже качаем давайте до 400 уже 6000 быстро же она уходит уходи вот это не имеет смысла в принципе стоп а почему оно а первый уровень ну да то есть первый у нас нет еще этого апгрейда показывает 1 типа что мы первый уровень получим но в принципе она такую смешную цену стоит что можно его и в качать тем более что на поздних этапах игры когда у нас уже куи идет то есть там апгрейды дорого стоят и получается довольно выгодно все это ну что ж поразвлекаемся я не знаю вот это вот качать или нет дело том что эти прокачивать я не хочу потому что они короче холл а стоп это еще увеличивает длительность их работы да ну в принципе в перспективе они очень хорошие но пока что я не уверен что я смогу достаточно хорошо прокачать а что за монастеум research давайте возьмем кумиум research кумиум кумиум потом будем заниматься этим я хочу просто посмотреть что это за монастеум и кумиум и хотя можем мы и так сделать то есть а потом просто откатим их 50 к нифига себе дискуриум research дискуриум что за они короче это радужные короче гейские какие-то стержни гейские стержни звучит конечно странно о смотрите сколько стоит 288 q а капец tier 8 power продакшн продюсс из 8t power и 1т жары хита за пульс которые длится 345 а а ну и длится это очень долго знаете ли ну то есть он будет долго гореть смотрите 345 и 6 а этот короче 36 катик всего лишь то есть мало довольно таки мало поэтому эти монастемные ячейки мы их еще не скоро сможем естественно поставить а вот это капец продюсер 180 ты повара и 45 ты жары 180 45 ну это же 345 катик сетки радуали цикл сбит винт проду синхон лихит энд продусер он ли пола а то есть он то одну жару производит то 1 одну энергию это интересно то есть получается как что мы можем таким образом он то вырабатывает жару то не вырабатывает жару ну или тепло следовательно можно поставить такие системы которые будут с накопителями то есть с вот этими вот целыми которые будут накапливать собственно жару или усут эти минуты то есть в реактор сам нашпиговать вот этих вот можно и собственно получается как что он накапливает реактора эту фигню и потом это сбрасывает ее пока собственно этот целом нерабочие остается ну то есть пока он вырабатывает энергию вместо жары но с другой стороны блин это 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 напряжно это импульсный стержень получается кимми умный стоп и тбс power output drops by 2 for each other компонент эндзе 7 на 7 что с ураундин хит это очень странно очень странно 5т этот 8 ты если честно он довольно хреновый да он долго работает и все остальное но почему он хреновый то что короче если мы ставим вот например один его и здесь куча других компонентов то он будет у него будет понижаться продукция а стоп так у него короче смотрите 8t power и 1 т хит 1 т хит это не так много на самом-то деле другое дело что 288 q и на копить это фигово их короче нужно как если у нас будет очень прокачанная собственно охладители очень прокачан и и все остальное то мы сможем тупо понаставить их кучу здесь где-то и в таком случае они будут производить много всего но нужно то есть чтобы реактор был не заполнен так как они 7 на 7 то есть квадрат они будут если в нем что-то будет то они будут понижать свою производительность а вообще принципе они изначально выгоднее чем эти но так не очень это короче такие продвинутые вот это импульсный то есть это учит нас вот этот стержень он учит нас делать новые конструкции реакторов рассчитаны на то чтобы нагреваться периодически охлаждаться потом в периоды передышки вот это тучит нас короче охлаждать стержни через корпус реактора все как по мне вполне логично и вполне отличная игра просто замечательная игра я бы сказал дисапгрейд из локет мы еще не скоро узнаем хотя 50к экзотических частиц прикольно давайте короче при стержнемся еще разок потому что я хочу те 500 единиц вернуть до рефунт престиж 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 меня престиж так ну раз потом вот эти вот increase the base heat and power storage of the reactor нет это нам не нужно хотя 50 тоже стоит но нет она еще менее выгодная чем вот это базовую то есть это чтобы в начале только немножко легче было я лучше потрачу на вот это вот все так 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 и уже 800 экзотик партиклс капец просто какие они зверские 1 и 6 к вопрос вопрос это качать или это или вот это почему бы не качнуть вот это хотя мы и так его сумеем качнуть то есть успеем вот так вот можем например раз и два все вот такой вот у нас набор давайте же посмотрим как и что тут будет так берем каш наш наш каш о да о да о да 56 сразу 70 да на маленьком стержне заработали на большой стержень все можно не париться абсолютно 56 затих уже идет уже идет стоп а это же один он сможет еще больше охлаждать стоп что вот сколько продюсер 168 power 702 хит а это 256 охлаждает в ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой пробел короче ой все короче вот так вот ставим о теперь лучше значительно лучше так можем еще поставить парочку и самое главное вот сюда еще этих пост капец один охладитель охлаждает как так ой а как так почему же он не охладил уже надежный дофига так 256 значит 72 72 а может быть типа все 256 все охлаждение полностью видимо я просчитался я так походу и не понял что здесь за механика такая интересно а это сколько вырабатывает 300 хит кстати вот видите 300 хит вырабатывает это из-за того что мы наконец-то взяли за сотню вот этот апгрейд то есть она 150 вырабатывать теперь 300 будет вырабатывать так ну и собственно 30 процентов смотрите то есть на 30 процентов повышается у нас продуктивность от каждой такой штуки следовательно мы просто ставим 1 и 2 к хит и давайте вот так вот и а почему а нужно там много их поставить то я ведь прав что-то странно и интересно если я сейчас вот 256 а если сюда поставлю все равно 256 да то есть она как бы не реагирует а тогда в конце у меня то есть это получается как раз и апгрейды на это и влияет то в общем я уже два раза чуть не спалил реактор что то на меня плохо влияет эта игра люблю я палите реакторы после нее у позже нужно срочно пробельщик жмакнуть так лучше немножко да да вот эти вот они просто чудесные дефлекторы дефлекторы это самая лучшая вещь в настоящем индастриал крафте там по моему не такие они крутые хотя там тоже есть в последних версиях ториумные стержни и всякое такое там вообще индастриал крафт экспериментам я когда буду играть майнкрафт нужно будет доставить этот мод дело том что у меня в принципе он изначально не стоял но короче я передумал может его поставлю с моими модами я его быстро распахаю скажем так к тому же то есть зачем мне его он зачем мне он нужен чтобы получить при помощи него некоторые вещи он мне нужен а именно какие вещи эту броню и реактор реактор чисто для прикола то есть поиграться с ним а броню как-то она называется не помню 32 к у меня 120 к так сколько охлаждает двин 19 кап артик а этот вырабатывает 10 к интересно выдержит не выдержит так вот то есть реактор чтобы поиграться а броню вот этот забыл как его квантовую для других вещей так так куда смотрите как хорошо охлаждает капец это я еще вообще апгрейдом не ставил прикиньте это просто тема уже миллион один на миллион прям как яркая звезда кстати а сколько она дает 225 к а этот первый сколько дает повар капа сити на 1 и 6 на одну и шесть тысяч кстати вот насчет 1 и 6 тысяч то есть она изначально дает плюс 100 капа сити то есть вот это вот плюс 100 пауэра а этот дает 1 и 6 к прикиньте такой маленький небольшой совсем прирост можно вот это теперь вкачать так 990 к зато теперь у нас есть пассивный доход так называемый 2 миллиона нам нужно сколько там 6 миллионов на новый стержень да у нас доступен новый стержень замечательно так вот насчет этого стержня вырабатывает 14 к хита у меня здесь типа 19 к хита ну почему может прокатить о боже о боже да так меня так меня имей меня полностью ой то есть не имей меня полностью больше энергии как я мог попутать эти слова эти фразы да ну что ж нам вот эти вот все штуки нужны миллионы о боже тут же у нас миллионы да это совершенно другая игра все эти стержни мы будем потом выходить за пару минут в последний тир стержней ну то есть когда у нас будет много апгрейдов чем мощнее наши вот эти вот производственные мощности тем быстрее игра идет естественно до определенного момента кстати насчет этого давайте поставим вот эту штуку а вот это удалим все теперь у нас все хорошо замечательно прямо 1 и 4 миллиона хита а этот сколько 14 к вырабатывает офигеть просто ну не знаю давайте что ли поставим чего нибудь еще сколько это 22 миллиона смотрите все выработали сразу же нужное количество что ж ничего страшного можно еще один поставить в принципе да замечательно пошло дело пошло дело но здесь уже нужно вторую скорее всего поставить вот такую штучку и теперь можно еще одну да нужно больше чего-то там а здесь короче 3 миллиона ну норм норм сейчас делаем эти блин больше бонуса дают чем те штуки ну чем когда ты рядом несколько вот таких ставишь потому что они дают бонус по энергии больше ста процентов прикиньте то есть получается 5 умножить на ой чё-то сгорело а это вот эта вот штука поставим новую их можно кстати апгрейдить чтобы они дольше работали но это опять же вот этот апгрейд имеет смысл если вы оставляете надолго их потому что иначе особого смысла это не имеет они дешевые в принципе их ставить никаких проблем периодически давайте вот это что ли качнем разок вот это пока что не надо вот это парочку разок качнем так ну пока они не сдохли давайте их обновим вот сюда теперь вот сюда теперь и нам нужно скорее всего еще одну вот эту поставить а лучше сразу вот этот что ли так поставили и можем короче их сотнями ставить эти вот штуки все таки в одну серию не уложимся даже как-то странно давай же 3 миллиона сколько это вырабатывает 16 а нет 107 миллионов 107 миллионов что это нам дает вот это например 316 миллионов вырабатывает тепла прикиньте то есть это и это я вообще апгрейдом не делал прикиньте то есть вообще никак нет не буду пока что вкачиваться лучше выйти вот этих вот стержней тогда уже этим заниматься так 316 миллиона хит а здесь 107 миллионов в принципе должно быть безопасно только энергии много будет у нас так значит тут теперь можно уже 99 миллионов там сколько то еще миллионов и все равно накапливается как так получилось хочу вот эту штуку 4 биллиона она стоит так поставим второй на всякий случай замечательно просто великолепно и на этом мы пожалуй закончим серию всем спасибо за просмотр не забудьте поставить лайк всем пока пока пока